В эфире подкаст «Есть тема», который публикует новости Донбасса. Вы можете подписаться на нас в Саундклауде или получать свежие выпуски через телеграм-канал «Дежурный по Донбассу». Также мы выходим на сайте новости Донбасса и на ютуб-канале с таким же названием. Перед микрофоном я, Алексей Мацука, и мой коллега Виталий Сизов. Я живу в торговом таком павильончике, мне хозяин разрешил жить. Ну, тут сразу возле ТПТ. Двери еще, ну, вместо окна натянута, ну, как бы вот это вот стенд такой. Буржуечка стоит, лежу в посадку за дровами. Вот тут вот эта кибиточка, где раньше этим торговали овощами. Вот, и там люди, ну, люди жили. Вот уж пришлось и мне сюда, и тут уже кукарекало. Только что вы слышали историю Валентины Ивановны из Краснодона. Теперь этот город называется Сорокино. И Александра из Стаханова. Теперь этот город называется Катиевка. Пандемия коронавируса и последующий карантин в прямом смысле слова отрезали их от дома на неподконтрольной территории Донбасса. Украинские пропускные пункты сейчас временно закрыты и открываются только по специальному указанию руководства Операции Объединенных Сил. Даже если эти люди получат разрешение на проезд, есть вероятность, что их не пропустят с той стороны. Сегодня мы будем обсуждать эти и другие вопросы с главой военно-гражданской администрации Зайцева Владимиром Веселкиным и украинским социологом Евгением Головахой. Но в начале информация от главы пресс-службы луганского погранотряда Нелли Доценко. Наразі ввече обмеження перетину лінії розмежування в оба боки. Воно закріплено відповідним рішенням командуючого об'єднаних сил. Дані карантинні обмеження загальнодержавні також продовжені до 22 травня. І також вони триматимуть до окремого рішення командуючого об'єднаних сил. Наразі вони продовжені також до 22 травня. І нагадаємо також, що при позитивному рішенні на пропуск осіб в обидва боки командуючим об'єднаних сил, окупанти не забезпечують пропуск осіб на окуповану територію або у зворотньому порядку. Тому у нас дуже багато людей залишалися в сірій зоні, і прикордонники організовували їх пропуск назад навіть уже після завершення роботи контрольного пункту в'їзду визу. Таку інформацію нам сообщила Неля Доценко, пресс-секретарь луганського пограничного отряда. Але пандемія – це не тільки проблема жителів Донбасса. В якій-то мере все граждане України оказались заблокуваними в своїх городах. Далеко не у кожного є личний автомобіль. Междугороднє сообщення на інших видах транспорта полностью остановлено. О тому, як люди приспосабливаються к цим условіям, будемо говорити с главою военно-гражданської администрації Зайцева. Це возле пропускного пункта Майорське Владимиром Веселкиным. Добрый день, Владимир. Як дела обстоят у вас в вашем населенному пункте, де знаходиться один із пропускних пунктов? Есть ли люди, которых не пропускают? Может быть, кто-то ночует у вас, кто-то просит убежища временного, я не знаю. Потому что мы уже сталкивались с разными ситуациями и разными обстоятельствами, в которые люди попали в связи с временным закрытием КПВВ. Ну, с планом на сегодня у нас на территории постоянно перебывают 9 граждан Украины. Они все не смогли вчасно проехать, ну, точнее, не вчасно, а до введения обмежен. Поэтому 9 граждан зараз тут, и это такой у нас еще, так сказать, обовязок для помогти людям с харчами, с первым необходимым, тому допомагаемо, как можем. Потому что нещодавно я вернулся в областную администрацию и вступницей губернатора Юлия Костюніна, которая связала меня с волонтером, с женкой из Тарицкой, которая приехала и помогла людям финансово, каждому давала по 3 тысячи гривен. Ну, до этого мы постоянно собирали харчи военнослужбовцев, до волонтеров так же возвращались. Червоний фейс допомогал непогано. Ну, надеемся, что не голодает. Ситуация не очень приятно, но есть. Владимир, а как в целом ситуация временного перерыва в работе пропускных пунктов? Повлияла ли она на жизнь населенного пункта в целом? Там же был целый определенный бизнес, который обслуживал в основном этот поток людей, магазины, аптеки, все это работает, люди имеют доступ обычный, которые постоянно проживают в населенном пункте ко всем сервисам необходимым? Действительно, все работает, даже магазин в рябнице работает. Есть очень большая незвучность с транспортным сполучением, потому что у нас населенный пункт Бахмутка, они чаще ездили в місто Бахмут, а не на сам Майоск. Потому что еще до Майоска 20 км, еще до Бахмута 20 км. Поэтому люди ехали, обычно, делать покупки в місте Бахмут. Мешканцы населенных пунктов Писки-2, Майорск, Жованка, они приезжают в банкомат и снимают деньги из банкомата. Сам банк зараз тоже не працюет в отделении, но банкомат постоянно наполнивается деньги. Все в обычном режиме людей могут скупиться. Проблемы такие, как, мабуть, у всех по всей территории Украины, где люди не могут выехать из населенных пунктов, до райцентров, до областных центров, чтобы скупиться и сделать свои какие-то дела. И если не брать до уваги, что у нас война, то проблемы такие, как у всех. Скажите, а вот наверняка вы мониторите ситуацию о том, что происходит чуть дальше от вас? То есть там, где нет украинской власти, нет, может быть, каких-то самопровозглашенных деятелей, то есть вот так называемая серая зона. Какая вот мы видим отчеты от правозащитников ООН, различные там агентства по миграции ООН дают мониторинг, и соцопрос даже проводили в марте и в начале апреля. Мы знаем эти цифры, что многие нуждаются в каких видах продуктов, и особенно в средствах индивидуальной защиты. А что вам слышно? Что вам видно? Как же там люди живут в серой зоне? Каковы ваши наблюдения? Чем вы можете поделиться с нами? Слушайте, я горлевчан. Я знаю все пункты, которые находятся в дальнейшем размножения Макитинского района, место Горлевки. И с 18-го года в серой зоне тут не осталось ни одного населенного пункта. Все они под контрольной державной владой Украины. Такие населенные пункты, как Чигири, вы знаете, что мы, они поблизу от нас, они все под контрольной державной владой Украины. Ну, вруховую, что в Чиглях были очень страшные обстрелы, там не осталось мешкать цивильные. Поэтому у нас нет серой зоны, где мешают люди. У нас серая зона – это огороды, або полы. Все. Я не могу вам честно сказать ничего, потому что у нас такого нема. Я так уж те, что бачу, те, что могу почути, это лишь за собранием информации, або из интернета. Ну, а вы упомянули, что вы из Горловки. А что же в Горловке? Мы знаем из отчетов Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, реинтеграции временно оккупированных территорий, что там ситуация тоже достаточно сложная. Может быть, вы можете что-то нам добавить к этим отчетам? Ну, если не вредить, что они живут в оккупации с комендантской годиной уже 6 лет, то еще им на их голову карантин. Я стилкуюсь очень много с горловичами, с макеевчанами, с донечками, с знаменами, которые там. И они сейчас чувствуют себя очень-очень пригнично, в том смысле, что раньше они могли хотя бы выехать на тиждень, там на месяц працювать, або в гости до родных сюда на территорию, где они себя чувствовали, людьми, то сейчас они серьезно задумывали, чтобы все-таки оставить резервуацию под названием ДНР. Потому что они опинились два месяца в некоторых, даже мировые взрывы. Видите, экономический стан там и был уже хвилий, а додалось еще такое явление, что никто не может выехать и заработать деньги, не в России, как они делали, не в Украине. Ни хто не занимается перевезенными. Нехай они не легальны, это инше питание. А питание в том, что они ездили, возили людей там, и кто-то привезли посылки, какие-то товары из Украины, то, что можно было привезти, так как у нас обмежений майже немало, а там борьбы обмеживают визу товаров. Но людей пристосовывалось, каким-то чином привезли, то сейчас люди остались совсем без каких-то видов доходов. И это очень-очень жахливо для них. Они постоянно пишут мне, телефонуют, спрашивают, ну что там, ну что там. Ну, они реально в тюрьме, реально в тюрьме, но еще и в этой тюрьме не кормят. И последний вопрос, Владимир, на вашей территории, за которую вы ответственны, были ли случаи заболевания ковидом, если вы, конечно, можете раскрыть эту информацию. И вообще, как ситуация эпидемиологическая, насколько люди болеют, это какое-то, да, там, обычное сезонное явление сейчас в РВИ, либо вы видите, что больше людей стало болеть. Я вам честно скажу, у меня такая позиция, что проблему надо обеспечить, а не замовчивать, тогда она быстрее решается. У нас нема жидкого навіть натику на захворювание цієї хвороби. У нас есть проблема влюзив с тем, что люди не могут сами купить себе леки в Бахмуте. Это, если касается, касается каких-то хронических захворений, которые у людей были. И я выполню такую миссию беру них рецепт, або беру них список леков, купляемся с коллегами и привозим у нас еще наступный день таких, каких-то проблем с здоровьем граждан, которые могли быть связаны с ковидом, або с какими-то ОРВ. Ну, нема и сподіваюся, что не было. Спасибо вам за ответы о транспортной проблеме и не только в период пандемии говорили с главой Зайцевской военно-гражданской администрации Владимиром Веселкиным. Хорошего дня! А на очереди наша постоянная рубрика «Особое мнение» с Мариной Курабцевой. В каждом выпуске она размышляет о той теме, которую мы выбрали для анализа и обсуждения. Особое мнение Ограничение работы пассажирского транспорта в Украине в связи с пандемией COVID-19 украинское правительство применило в качестве основной меры противодействия распространению коронавируса. Однако решение, о котором Мининфраструктуры объявила 18 марта стало одним из самых непопулярных для граждан. Сейчас в Украине частично функционирует только наземный транспорт внутри населенных пунктов, на неопределенное время парализованы авиаперелеты, междугородние автобусные маршруты и движения по железной дороге. С одной стороны, международное транспортное сообщение прервано, чтобы блокировать контакт со странами, где разгорается эпидемия. С другой, перевозчикам предстоит понести колоссальные убытки, о которых эксперты сейчас говорят весьма приблизительно. Потери, пусть не столь значительные, Украина понесет из сферы морских грузоперевозок. Необходимо учитывать и влияние на нашу страну решений других государств, также борющихся с пандемией. В начале лета основная часть украинцев занята не обсуждением планов на отпуск и путешествия, а поиском способов и возможностей добраться до места работы. По сообщениям в социальных сетях, перевозчики, внезапно ставшие нелегальными, все-таки работают. Появились так называемые стихийные автостанции, откуда пассажиры добираются в любую точку Украины. Кроме того, передвигаться можно и в собственных авто, а уж группы людей, которые пользуются услугами Блаблакара, и вовсе регулировать невозможно. Тяжелее на Донбассе в зоне проведения операций объединенных сил. В первую очередь карантин повлиял на работу блокпостов, почти парализовал линию соприкосновения. Это стало болезненным ударом для граждан, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Улганской областей, как и для местных перевозчиков. Несмотря на то, что приостановка социальных выплат на время карантина запрещена, да и в экстренных случаях линию разграничения пересечь можно, все же жесткие ограничения в связи с пандемией доставляют массу проблем. Согласно майскому отчету благотворительного фонда Востоксос, только в станице Луганской около 50 граждан ожидают возможности пройти контрольные пункты, работа которых заблокирована из-за карантина. Транспортное сообщение с начала вооруженного конфликта на Донбассе остается одной из болевых точек. На Донеччине и Луганщине есть населенные пункты без магазинов, медучреждений и даже регулярного движения междугороднего транспорта. Зато есть дороги жизни, пешие тропы и самодельные мосты, по которым люди ходят за продуктами и другими необходимыми товарами в соседние села и часто попадают под обстрелы или на мины. А по сообщениям правозащитников мониторинги выявляют дополнительные трудности. Карантин ограничивает движение даже по этим тропкам. Остается надеяться, что Украине удастся позаботиться о своих гражданах во время очередного кризиса, выдержать последствия значительного спада экономики, а также избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Особое мнение У пандемии есть и социологическое измерение. Недавний опрос, проведенный по заказу программы развития ООН, показал, что больше половины опрошенных считают, что людей с неподконтрольной территории следует пропускать через блокпосты для лечения. Разобраться с этими данными нам поможет доктор философских наук, социолог Евгений Головаха. Добрый день, Евгений Иванович. Да, добрый день. Как вы думаете, что влияет на общественное мнение в этом вопросе? Почему люди готовы помогать своим согражданам, несмотря на такие риски? В принципе, вот эта эпидемия, она как раз очень показала интересные результаты. Вот если первый всплеск негативизма, связанный с небезызвестными событиями в Санжарах, как бы несколько насторожил и экспертов, и общественное мнение, но сейчас уже все-таки вырисовалась несколько иная картина, и все-таки солидарность является доминантной чертой отношений между людьми, в отличие от конфронтации. То есть конфронтация это частность, локальность, а солидарность это все-таки общечеловеческая черта. И в этом смысле эти данные об этом свидетельствуют. Дело в том, что вообще-то большинство населений Украины всегда рассматривало жителей неподконтрольных территорий как своих сограждан. Вот там всегда наш институт проводил опросы, был такой вопрос, каким способом решать проблему этих территорий неподконтрольных. Был один пункт изолировать, признать абсолютно не относящую к оккупированной территориями, не относящимися к Украине и переложить ответственность на оккупантов. Вот этот вариант он собирал незначительное число, не более чем 20-25%. То есть все-таки вариант изоляции украинских территорий неподконтрольных, он никогда не пользовался популярностью, и поэтому граждане Украины, которые находятся в таком положении сейчас, они тоже большинством рассматриваются как свои нуждающиеся в поддержке, в том числе и в лечении. Тем не менее, вы вспоминали инцидент в Санжарах, а как вы думаете, насколько реальная позиция людей в случае критической ситуации будет отличаться от того, что они декларируют? Потому что с одной стороны мы видим, как много людей выражают поддержку своим согражданам, с другой стороны мы видим также инциденты не только в Санжарах, а бывают разные, конечно, не надо их масштабировать, бывает всякое, когда к медикам предвзяты отношения, которые борются с пандемией и такого рода случаи. А вот это очень феномен. Я в данном случае, мы говорим, когда рассматриваем данные опросов, мы говорим об общественном мнении и о рациональных установках. И разумеется, когда побеждает страх, люди начинают действовать эракционально. Вот почему были преследования тех, кого подозревали в возможности разносить инфекцию, так сказать. Почему вообще вот такие вспышки агрессии? Потому что страх заразиться становится неконтролируемым, и люди просто теряют в общем-то рациональные механизмы управления собственной психикой. Вот тут я вот что хочу сказать. Здесь велика роль в лапе. И это совершенно активно. Там, где удавалось разъяснить людям спокойно и аргументированно, что угроза вполне, так сказать, контролируема, и что ничего катастрофического не будет, там подобного рода вспышек негативизма и насилия не было. Всегда вот в таких вот вспышках следует искать прежде всего просчеты власти, которая не смогла организовать правильную информационную кампанию. То есть разъяснить людям, в чем собственно реальный источник угрозы, а где это скорее не достаточно аргументированное подозрение. Ну смотрите, все-таки же премьер-министр Гончарук ушел в отставку как раз ровно после того, когда мы увидели такую неадекватную реакцию Кабмина на происходящее с произошедшей потом уже пандемией. Все-таки какие-то выводы видимо власть вынесла из этого? Нет, ну власть конечно вынесла определенные выводы. Еще все-таки с моей точки зрения недостаточно гибкая адекватная кампания по разъяснению ситуации. Но уже многое сделано для того, чтобы люди начинали понимать где реальная опасность, а где фантомы из-за которых не стоит ломать вообще жизни себе ни другим. Но и в этом смысле жители неподконтрольных территорий тоже могут встать, если недостаточно будет организованная система объяснения на местах. Потому что одно дело абстрактно, когда мы говорим а как а другое дело конкретные люди в конкретных условиях. Вот здесь очень важно растение, но не только растение, а во-вторых еще и контроль. Для этого собственно и нужны государства. Если вернуться к опросу, который мы цитировали в начале нашего с вами общения, как вы думаете, насколько результаты социологии сегодня влияют на реальную политику украинских властей? Я думаю, что сейчас влияют. поначалу не очень серьезно к этому относились, но сейчас влияют. Не случайно, как ни парадоксально, вопросов стало больше, чем было до карантинного период. Социологи быстро сориентировались и освоили технологии бесконтактного опроса. То есть они не раньше присутствовали, но были как бы второстепенными. Сейчас это основная технология. И в этом смысле эти данные, конечно, может быть, мы что-то теряем и с точки зрения полноты данных, и с точки зрения реперативности, но мы очень серьезно выиграем в оперативности. И власть безусловно ориентируется на эти данные. Я наблюдаю это постоянно. Но это и необходимо в таких условиях, потому что в условиях вот такой чрезвычайной ситуации реакции должны быть очень быстрыми, а оперативные данные опроса позволяют менять политику достаточно оперативно. Хорошо, спасибо за ваш ответ. И за время, которое вы нам уделили, Евгений Головаха, социолог, был с нами на связи. Полчаса обучения управлению электровелосипедом и медик Татьяна Быкова из прифронтового поселка Ореховое готова выезжать на вызовы. Женщине 58 лет, из них 40, она проработала в фельдшерском пункте родного поселка на Луганщине. Пришла сюда сразу после окончания медучилища. Рассказывает, война изменила ее село до неузнаваемости. Стреляют каждый день. Мы тут с мужем живем. Дети выехали, а мы живем. Со временем конфликта уменьшилось количество людей. Было у нас около 700 человек, потом 400, а сейчас 300 человек. Люди живут в основном здесь пенсионеры. Добраться не могут в район. Попасное, горск, тяжело, нечем. Из-за того, что в селе много пожилых людей, которые не могут самостоятельно дойти до фельдшерского пункта, Татьяна Николаевна ходит к ним сама, пешком. За день может пройти более 10 километров. Узнав об этом, гуманитарная миссия пролеска подарила ей электровелосипед. Буду теперь ездить. Я думаю, что время сократится у меня, больше будет время и большое спасибо. Наблюдавшие за односельчанкой жители Орехово подтверждают, велосипед их медику очень кстати. Мне давно нужен был. Жалко, конечно, что им попали тепертики. Она бедно выходила с стежкой дорожкой. Село у нас протяженностью очень далекое. Нам приходится обращаться к нам часто. Она спасибо не оставляет нас. А в соседнем поселке Новотошковска велосипед получил волонтер Анатолий Кошеленко. Все годы войны он помогал односельчанам восстанавливать дома после обстрелов. Анатолий ведет нас в бомбоубежище, которое он оборудовал в прошлом году под нужды своих односельчан. Оно находится под зданием местного клуба и может разместить 250-300 человек одновременно. Тут есть генератор тары для питьевой воды и много деревянных кроватей на случай, если нужно будет находиться здесь больше суток. Господа, я это все пережил. Я тут без глаза. 14-15 год, я знаю, что такое, когда мы прятались в подвал, где канализация текла и прочее, прочее, прочее. Поэтому дай бог, чтобы она не пригодилась никота. Дай бог. С деньгами на обустройство помогла организация объединенных наций. Полностью весь проект обошелся в 5000 долларов. Мы его финансировали через наших партнеров общественную организацию Пролеска. Идея была такая, предоставление строительных материалов, предоставление дерева, покупка генератора, медицинских аптечек. Также в том году мы, помимо бомбоубежища, именно на базе этого клуба поддержали проект и сделали детскую комнату. Покупка велосипедов для активных жителей громад на линии соприкосновения также частично заслуга ООН. Больше 10 велосипедов получат именно активисты громад в Луганской области. По всей линии разграничения за деньги агентством по делам беженцев будет куплено 35 велосипедов. Завтра начнется вручение и скажем так на территории Мариупольского нашего офиса и на территории Славянского офиса. Еще 40 велосипедов для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса профинансировала гуманитарная миссия Пролеска. Велосипед может развивать скорость до 40 км в час, а заряда хватает на 30-40 км. Евгений Каплин, координатор гуманитарной миссии Пролеска, говорит о том, что 75 электровелосипедов отвезут в населенные пункты, находящиеся в километре и менее от линии соприкосновения в течение этого месяца. Главная цель это повысить мобильность активистов, волонтеров, медработников, соцработников громады, для того, чтобы они могли охватить большее количество людей и помогать большему количеству людей в своей громаде. Это подкаст «Есть тема» и сегодня мы обсуждали, как пандемия повлияла на передвижение людей на Донбассе вместе с главой военно-гражданской администрации Зайцева Владимиром Веселкиным и социологом Евгением Головаха и в студии со мной работал Виталий Сизов. Спасибо, Алексей и спасибо нашим слушателям. Мы рады любому фидбэку. Подписывайтесь на телеграм «Дежурный по Донбассу» и на наш ютуб-канал «Новости Донбасса». Ищите этот подкаст на сервисе Саундклауд. Встретимся скоро. До свидания. Вы слушали подкаст «Есть тема». Не забудьте подписаться на нас.